Всем огромный привет! У нас уже вечер, сейчас будем готовить ужин. Ну и естественно, я зашла в магазин, купила кое-какие продукты, сейчас сделаю на них обзорчик. Так, друзья, значит, вот такая у меня корзина. Я купила две куриные грудки и фарш куриный, здесь грамм 600-700. Это мне вышло, покупала в Саянском бройлере 508-50. Так, потом я зашла еще в фею, взяла макароны Макфа, батон нарезной, булгур, сливки 10%. Завтра хочу приготовить пасту в сливочно-чесночном соусе, взяла сливки, сметанка 10% и сыр пармезан. Все это у меня вышло в 513-50, сыр пармезан 180 рублей, макаронные изделия Макфа 62-50, крупа, булгур 108, батон 47-50, сливки 53, сметана 59 и пакет майка 350. В общем, вот такие вот цены, сейчас я буду готовить кабачок с фаршем, кабачок мы привезли с дачи, сейчас я буду все разбирать по полочкам и начнем готовить. Я почистила кабачок, сейчас буду резать его пятаками, у меня здесь он немножко подгнил, но сердцевину все равно буду убирать, потому что ничего страшного. Пятакамину примерно сантиметра по два. Вот сердцевинку буду закладывать в фарш и фаршировать таким образом. Кабачок молоденький, сердцевинка небольшая, вообще практически нет. Все, друзья, кабачок готов, я его порезала, почистила, серединку все вычистила. Теперь будем заниматься фаршем. Так, ну у меня кабачка немного, сердцевинки небольшие, не знаю, наверное, много будет. Скорее всего, что буду использовать только половину, и половину оставлю еще на раз. Фарш я еще подсадиваю, добавляю черный перец и немного чеснока, у меня 4 зубчика, чеснок последний, я бы, может быть, положила еще побольше. Скорбкой прямо перемешиваю все. Выкладываю на противень кабачок, противень ничем не смазываю, потому что кабачок даст собственный сок, и он будет тушиться в собственном соку. Продолжение следует... Продолжение следует... Сверху... делать у шапочку из сыра конечно тут включайте свой полет фантазии да кто-то добавляет помидорку но я не люблю мне нравится чисто чтобы это было с фаршем кабачок и сыром то безумно вкусно это одно из моих любимых блюд и робин их тоже она тоже обожает кабачок с фаршем под сыром красотища вкуснотища получается духовка разогреется духовка разогреется и я поставлю на 180 градусов запекать чтобы сыр сильно не подгорел так все духовка разогрелась убавляю на 180 градусов пускай она потихонечку помаленечку запекается я пойду пока поотдыхаю друзья я уже приступила к прочтению второй книги не прочитала вчера до половины не обозначила дату розыгрыша книги розыгрыш мы будем проводить ровно на 1000 подписчиков мы проведем стрим и разыграем книгу осталось недолго у меня уже восемьсот тридцать девять осталось чуть-чуть набрать подписчиков и ровно на 1000 мы сделаем с вами праздничный стрим и я подарю книжку одному из самых активных подписчиков дорогие друзья кабачок готов сыр поплавился но он не подгорел и я очень люблю чтобы сыр вот именно был такой просто плавленый старой схеме мы сначала едем в гараж ставить машину потом будем ужинать я роли предложил ему въедет с работы игры ты зайди поедем пока горячее потом поедем ставить машину говорит нет я пока есть не хочу я на работе 4 часа чай с пиццей пил у них у парня на работе было день рождения и вот он короче пиццы наелся сейчас едем ставить машину в гараж у меня разрядился телефон села батарея не знаю наверное оставлю его дома на улице ничего снимать не буду не знаю что даже делать брать не брать с собой телефон в принципе в гараж мы с вами уже ездили много раз я наверное телефон оставлю дома поедем поставим машину и придем на счету с ними мог банк наконец-то пришло время ужина мы с ромой положили себе по 2 кабачка у нас было пару огурчиков из овощей что ничего нет все закончилось еще арбузик на закуску арбузик это вишенка на торте уже режет кабачки пропеклись очень хорошо давайте попробуем я его обещала не снимать так и скажи просто вкусно или нет такой кабачок разрезе очень вкусно и полезно и диетически Харш куриный тоже вкусный, из грудок И кабачка много, потому что когда кабачок уже старый, у него сердцевинка большая, всего кабачка мало Может от сорта еще зависеть, у тебя они разные бывают белые и зеленые, да? У нас был темно-зеленый в этот раз, я его причистила Вкусно Вообще обалденно, это очень вкусно, а мне нравится, что он стал тверденький, поджаристый, но он не подгорел, он как бы подплавился, немножечко запекся, огурец горький попался Видимо один, но горчит Один, даже почищенный, это горький Да, это нормальный, это горький Да, это зогнутый Горький, а те нормальные, да? Я схватила сразу самый первый и горький Горький, да? Ну, если возможно Уже горький, да, пошли, вроде недавно огурцы пошли Ну, тут непонятно из-за чего То, что переливают их наоборот Или не заливают Нет, отец их постоянно там заливает, мама говорит Да Что он вообще много поливает, говорит, не поливая столько Они должны воду пить Они на 90% состоят из воды У нас 100% огурец, это же вода Мне интересно, из-за чего это огурцы горчат, по какой причине? Ребята, если вы знаете по какой причине горчат огурцы, напишите в комментариях под видео Может быть у нас есть профессионалы, огородники Дачники, огородники Кто знает, кто в курсе, напишите Все, мы будем кушать Всем приятного аппетита Хорошего вечера Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Пишите комментарии До новых встреч, пока!